Новое видео выходит каждый день в 20.00 Задают вопрос, такой, знаете ли, закономерный, который встречается в комментариях, встречается во вкладке сообщества, в личное сообщение пишет, мол, слушай, а почему ты не рассказываешь про то, почему не рассказываешь про это, а расскажи-ка вот про это, а вот тут я видел то, что тут у них вот не вот так вот, как там они на самом деле презентуют. Нет, рассказываю, специально для вас рассказываю. Ну а так, если вот кратко отвечать на этот вопрос, который был задан несколькими секундами ранее, тупо нету времени. Понимаете ли, в сутках всего 24 часа, из которых ты, а там 8, там 9, 10, 11, 12 часов в лучшем случае спишь, потом встаешь, там, я не знаю, идешь куда-нибудь, там, в школу, там, на работу, в какой-нибудь колледж и так далее, приходишь и вот времени как-то абсолютно нет на то, чтобы рассказать там про то, сделать видеоролик про то, ведь ролики, знаете ли, выходят всего-то один раз в день, то есть на протяжении долгого количества времени, пока не выйдет тысяча видеороликов, то есть все происходит именно так. Но сегодня я решил вам рассказать вот такую вот тему, вот такую вот историю, про которую бы меня часто спрашивали, часто бы мне об этом говорили, мне бы так или иначе пришлось бы рассказать вот про всю вот эту вот тему, что я об этом думаю, как это вообще все повлияет и так далее. Вы знаете, есть такая очень хорошая поговорка, все новое, это хорошо забытое старое. И Diamond Roleplay, видимо, вот этим вот хорошо забытым старым, очень активно любит пользоваться, по крайней мере, в ситуации с голосовым чатом. Не так давно, вот в ролике о митинг-шоу, там, у него вышел ролик «Вау! Ух ты! Офигеть!» Просто голосовой чат в GTA Sampe ждали, там, 500 лет, 500 триллионов столетий, и вот, наконец-таки, голосовой чат вышел. Голосовой чат на Diamond Roleplay работает посредством, там, скрипта, либо посредством их собственного лаунчера. И вы знаете, до всего этого, уже, наверное, около, там, двух лет назад, или, там, ладно, года назад где-то, что-то в районе вот этих вот временных промежутков, у многих, там, людей по типу Фрайдея, по типу Антберинга, у Антберинга, кстати, это вышло вот прям с максимальным показательным вот этой вот всей штукой и так далее, там, как весь этот голосовой чат работает через вот этот вот скрипт самфунксовский, как вообще, там, как слышно, как вот, как связь, как приемы. Вы знаете, Diamond Roleplay позиционирует свой голосовой чат как нечто новое, что вот другие, там, какие-то конкуренты, вот эти вот топ-5 серверов, которые сейчас находятся в топе мониторинга, там, серверов по сампу, что они ничего подобного не производят, это вот именно Diamond, именно Diamond произвел вот нечто подобное, сделал голосовой чат, дабы людям было максимально удобно, знаете ли, там, говорить им между фракциями, между всем таким. Пока что голосовой чат на Diamond Roleplay работает только между, там, какими-то фракциями, вроде как с игроками, то есть, если вы будете, допустим, с телефона, там, кому-либо звонить, то, как бы, все равно придется писать в чат, как бы, в телефоне еще голосовой чат не разработали, но, как мне кажется, это все в процессе. И моя основная претензия к Diamond в данном случае заключается в том, что, серьезно, типа, это придумали вы, то есть, полностью ваша наработка получается, да? То есть, скрипт, который был до этого, это полная хуйня, да, там, очень плохо вот это вот все слышно, там, все плохо реализовано, а вот в Diamond, вот, все, все вот прям классно реализовано, прям вот так вот классно сделано и так далее. Я посмотрел ролик Митина, в принципе, голосовой чат реализован, типа, ну, как и на остальных серверах, в принципе, там, типа, не то, чтобы в серверах Sampo, а, в принципе, вот, где есть голосовой чат, реализовано, в принципе, вот, точно так же. И многие Sampo, вот эти вот все консерваторы, все прочие люди, Они говорят, что голосовой чат в Сампе абсолютно точно не нужен, что голосовой чат он исключительно для каких-то конченных дебилов, что вот нормальным людям голосовой чат он не нужен, как бы Самп это всегда что-то в текстовом виде. Где Ися даже вот там записал свой искрометный видеоролик, в котором вот эта вот, знаете, серогорбая мышь со взглядом какого-то аутиста, ДЦПшника, Потау Додика вот это вот рассказывает о том, что пиздец, голосовой чат полная хуйня, потому что вы представляете, что будет, если там вот включат, так сказать, микрофон этот вот голосовой чат, всё такое, и там вот поставят вот песню, ауф, выкатываем со дворов, или он там ещё вот в точь-в-точь я вам пересказываю, он говорит, типа, а что если вот... врежетесь с каким-то человеком, там, да, вот это вот, лоб в лоб, там, на машине и так далее, и там вот человек другой выйдет из машины, начнутся разборки, вот это вот, типа, да ты там пидорас, да я там твою мать, вот это вот и так далее, то есть это прям прямая цитата, у меня даже ролик был пародийного характера на вот всю эту ситуацию с Иси, потому что, ну, я не знаю, я вот прям не знаю, вот как Иси себе представляет голосовой чат, видимо, до этого он голосовой чат нигде не видел. Голосовой чат для GTA Sampa это действительно глоток свежего воздуха, это то, что уже должно, давно должно было быть реализовано, но почему-то реализовывают её только вот в 2019 году, Diamond посредством Samfunks скрипта, который был до этого разработан там более года назад, И сейчас они это презентуют как свою там микро-нано-техно-разработку, которой больше ни у кого нету, то, что конкуренты вообще отсосали хуй там, знаете, потому что им это либо не нужно, либо неинтересно, либо они не знают, как сделать этот самый голосовой чат. Помнится, Аризона хотела сделать что-то подобное, там, через какую-то версию Sampa, там, Samp03DL, по-моему, она называется, они вот через неё хотели сделать вот этот вот голосовой чат, чтобы там люди могли нормально общаться и нормально всё делать. По итогу, консерваторы победили, к сожалению, они сказали, что нет, нет, в GTA Sampa голосовой чат нам не нужен, и вот теперь Diamond реализовывает голосовой чат, и как-то на Diamond голосовой чат не пользуется особой популярностью, то есть, ну, прям вообще, потому что нужно что-то отдельно устанавливать, либо там, лаунчер устанавливать, либо какой-то скрипт, потом ещё непонятно, как это всё работает, вот. И, то есть, даже у Митин с тремя были такие ситуации, что он там едет, говорит, там, кому-то, там, привет в голосовой чат, там, как дела и так далее, а чел просто ему не отвечает, потому что у него не установлен этот скрипт. То есть, для того, чтобы вас на сервере на Diamond Roleplay слышали с этим скриптом, у всех людей в радиусе, там, с которыми вы общаетесь, должен быть установлен этот самый плагин. То есть, как было и с тем плагином, который уже, там, Ant Bearing, там, какой-нибудь Friday показывали уже, там, около года назад, даже больше, уже скоро, я вам говорю, к двум годам время подойдёт, а Diamond Roleplay вот только сейчас это реализует. Безусловно, да, молодцы, да, хорошо, не каждый мог бы на такое решиться, я думаю, что если бы Митин на Diamond не перешёл, я думаю, что они бы на это абсолютно точно не решились. Митин уже нужно что-то снимать, нужно же как-то делать контент, он там, сам на стриме заявлял, что, знаете ли, я не делаю лёгкий контент, при том, что у него там какие-то одни челленджи какая-то, вот, одна вот эта вот проверил. Ну, компьютер-администратор, там, вот, удалил промокод ютубера, знаете, лёгкие ролики, он говорит, я не делаю. Ну, ну, как так, блядь, Митин, ну, ну, что такое, ну, лёгкие ролики он не делает, блядь, а это тогда что такое, у тебя весь канал в лёгких видеороликах, весь канал, в принципе, лёгкий, да и сам Митин, это карлик-вор, если мало ли кто-то не знал, то есть это прям ворюга, лови вора и делай с ним всё, что захочешь, прям делай всё, что вот максимально будет тебе угодно, вот с этим самым вором. И вы знаете, я ни в коем случае, как-то вот не хочу сказать, что Даймонд хуесос из-за того, что сделали голосовой чат и так далее, нет. Я говорю, что Даймонд взяли голосовой чат, не исключено, я не утверждаю, что они сделали именно так, но я, то есть, говорю, я предполагаю, что Даймонд просто-напросто взяли этот скрипт, возможно, как-то его переработали, потому что этот скрипт находится в открытом доступе и, как бы, код у него открытый, они его как-то переработали и к себе на сервачок загрузили, такие, ебать, пацаны, у нас тут вот этот вот самый голосовой чат, вы можете зайти, вы можете как-то на каком-нибудь NextRP вот это вот пообщаться в голосовом чате, взаимно выебать матерей там и сделать все-все-все-все-все прочие непотребства, которые только возможны с этим самым голосовым чатом. И в данном случае Даймонд, конечно же, красавцы, однако не красавцы, то, что презентуют, это как, типа, ебать, мы разработали свою нано-техно-гипер-супер-ультра-разработку, которой нету ни у кого, другие сервера просто-напросто ссыкуют и не могут сделать то же самое, что и сделали мы, а мы вот сделали, и вследствие этого у нас там все заебись, а у конкурентов как бы все плохо и вот все такое, потому что они это именно так и презентуют, там даже митинг такой подходит к кому-то там администратору или кому, или к этому человеку, который делал голосовой чат, я смотрел просто вырезку, я до конца ролик митин не смотрел, и, типа, он такой говорит, а почему другие сервера-то это не реализуют, если это так просто, и там вот этот чел отвечает, ну это, наверное, там, типа, сложно, там, или еще как-то, там, из зоны комфорта не хотят они выходить, вот это вот как-то все настраивать, там, все делать, чтобы было вот именно так, они, видимо, не хотят так делать, а мы вот так вот сделали, мы красавцы, мы молодцы, митинг, снимай контент, приводи к нам новых людей, а я вам в свою очередь хочу напомнить, что митинг это карлик вор, который украл у меня 20 тысяч рублей, вот я вам сейчас показываю его фотокарточку, запомните его лицо, и не впускайте его в доверие к своей семье, потому что украдет, все украдет, что только увидит, в общем-то, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, пользуйтесь голосовым чатом в GTA Сампи, на Даймонде или еще где-то, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok